Всем привет из Буэнос-Айреса. Я вот сегодня иду за запчастями для компьютера. Заодно решил рассказать. Я же обещал, как там дело после выборов у нас в Аргентине. Президента выбрали. Значит, по дороге поснимаю и расскажу. Значит, сегодня уже вторник. Кого мы выбрали, знали, в принципе, мы и раньше. То есть уже в день выборов практически через три часа после закрытия выборов мы уже знали, кого выбрали. То есть выбрали Макри. Это наш бывший мэр города, в принципе того, кого мы и хотели, того и выбрали. Так, я, наверное, сейчас пойду на какую-нибудь улочку, где поменьше толпы и поменьше жужжит всяких машин. Вот сюда хотя бы. Пойду по параллельной улице. Здесь меньше народа, больше кислорода и слышнее будет. Значит, так. Был кандидат правительственной сьёли был Макри. Бывший мэр города. Вот. Который я говорил, что у нас, в принципе, город очень сильно поменялся. Люди хотели его, его и выбрали. По официальным итогам там где-то процентов три разницы, хотя безразлично. Даже если один голос разницы, все равно выбирается, так сказать, тот, кто победил хоть в один голос. А победил где-то по официальным данным тысяч на 900 голосов. И то я вот лично своё мнение выскажу, но я думаю, что там было гораздо, гораздо больше разницы. Потому что сами можете представить и прикинуть, если партия, которая борет 12 лет, правит в Аргентине и имеет свою, так сказать, кампору, как мы её называем, то есть своих этих войска партийные, всякие подросшие, так сказать, тех, кто у кормушки. И вот они делают выбор. То ли выберется совсем другой и весь кишнелизм идёт забытие, или выберется их не кандидат. Как вы думаете, всё ли честно будет, голос-голос проходить. Так что даже если совсем, что они предприняли, они не смогли выиграть, то реально это, наверное, так, как было у провинции Кордова. В провинции Кордова наш кандидат победил 70 с лишним процентов, а кандидат от правительства набрал 28 процентов. У нас в Капиталь Федерале, то есть в Буэнос-Айресе, в Капиталь Федерале, где он был мэром, то же самое, где-то 60 с лишним процентов набрал Макри, и этот набрал остальные. Так что... А самые дальние провинции, где никто никого не знает, где там вообще всё зачуха, но там как бы победил правительственный кандидат. Ну, хотя недавно были выборы в Тукумане, там чуть не поубивались, потому что там тоже был такой же спор, типа, кто будет говернадором Тукумана, ну вот, провинции, так там тоже был правительственный кандидат и нет, так побеждал оппозиционер. Но сами люди видели, как жгли целые урны, участки, всё, сбрасывали мешками, там выступления были в суд, подавали. Ну, потом, конечно, суд признал, что правительственный всё-таки правильный, так что можете поверить, как провинциях голосовали. Ну, факт не в том. Что было-то было, по-любому. Победил Макри, народ, как говорят, воспрянул. Было два таких, ну, где собирались, как говорят, за одного и за другого, одни собирались на Костанере там, и потом пошли до столба, а другие же, за правительственных, собирались на Плаза де Мажо, правительственного дворца, розовый дом. Так даже вот, когда вам показывают по телевизору, полэкрана идёт с одной стороны, и полэкрана с другой стороны, сразу даже видно, кто за кого голосовал, как люди относятся к этому. Те, которые за Макри, те по приходили, обычный народ с детьми, с шариками, ну, в общем, такое. В основном шарики в руках держали, гуляли, веселились, народ такой простой. И все остальные, которые за правительственного кандидата стояли на площади, все как строим, как войска с флагами, с плакатами, которые им раздали. Знаете, такие смотришь, вот там народ гуляет, а там такие, этот, партийные войска стоят. Все строим, все с флагами, все с плакатами, все организованные. Ну, правда, потом пришлось им плакать и со своими флагами расходиться. Ну, ничего. Как говорит Макри, как и мы говорим в Аргентине, слава богу, прошло всё без стычек на улицах, без скачек, без драк и это самое. И вторая половина тоже, как бы, официальных таких лидеров сказала, ну что, если народ выбрал, значит, мы поддерживаем выбор, как говорят народа. Это народ выбрал так, значит, будет так. Значит, это дать можно, так сказать, что люди более нормальные, что не побежали там драться этими плакатами, убиваться, палить друг друга, а согласились с тем, что если народ выбрал, если на урнах проголосовали, тем более сама наша Кишнер когда-то голосовала, заявляла, говорит, если кому не нравится, как мы правим, пусть создать себе партию и выиграет на выборах. Ну, теперь все и смеются, говорит, ну, правильно, вот Макри 8 лет назад создал себе партию и выиграл на выборах. Всё так, как вы и просили, вышло. Целую ночь, конечно, летали вертолёты, я имею в виду эти, у нас их не так много, у нас есть полицейские вертолёты, несколько штук, у нас есть медицинские вертолёты, несколько штук, которые на случай какой-то крутой аварии быстро увозят. И есть правительственный вертолёт нашей президентши. Так вот, этот правительственный вертолёт носился туда-сюда, не знаю, там, как ошпаренные, раз-семь мотался между президентским дворцом и тем, где она живёт, валилась, и он как раз по пути над нами, так что всё время спать не давал, дерчали туда-сюда, что они там катались, возили, вывозили. Ну, факт в том, что недели через две у нас заканчивается эпоха кишнеризма 12-летняя, и наступает эпоха другого президента, которого выбрали официально на урнах без криков и драк. Вот, у него, конечно, совсем противоположные, без этого популизма, во всяком случае, что будет, увидим. Я всегда говорил, одно дело рассказывать, а другое дело делать, так и здесь. Что будет, увидим. Но главное то, что было 12 лет, все уже видели, и все голосовали против этого. А что будет дальше, увидим. Потому что в наших нынешнего правительства уже в субботу издали приказ, банк национальный, другим банкам, чтобы свои резервы, банки, только 10% все могли оставить, а все остальное передали в национальный банк, потому что у них уже денег не хватает даже до этого самого. На две недели до сдачи, блин, президентства своего уже так растянули все. Ладно. Многие, конечно, расстроились. Это было видно. Которые стояли там, которые пригрелись за эти 12 лет. Теперь им придется брать в руки лопаты, идти где-то что-то делать, вместо скакать с плакатами. Многие, наоборот, воспряли, потому что это болото засасывало, засасывало. Никогда цены повышались, никогда ничего не делалось. Тут было так, знаете, как популисты кричали у нас, что все тут хорошо, все, мы развиваемся лучше всех. А реально было, как когда-то еще пригорбачивали, знаешь, у нас был такой анекдот, типа, про демократию говорят. Цепь укоротили, миску отодвинули, гавкай сколько хочешь, вот такая была демократия здесь до сих пор. Я же скажу, все укорачивали и отодвигали, а гавкайте сколько хотите. Вы же такие все демократичные. Ну ладно, что будет, посмотрим. Теперь про Буэнос-Айрес. Это немножко, так сказать, завершение политики, так как у меня не политический канал. Может и буду затрагивать какую-то социальную жизнь, но, в принципе, рекламировать одну или другую политику не буду. Посмотрим, будут хорошие изменения или плохие. Буду показывать на канале. Ну, передача власти у нас будет происходить 10 декабря. Пока что единственный еще такой сложный момент, это когда, ну, социальный я имею в виду, который предполагает, там, ну, думаю, для этого существует полиция и все остальное. Чтобы разделить, это когда прибегают сторонники старого президента на площадь с ней попрощаться и придут сторонники нового президента, так сказать, его поздравить. До кассы и рассады. Касса рассада это у нас розовый дом президентский, потому что, как бы, один должен ступить должность, а другая уйти. Ну, и чтобы на эмоциях не случилось каких-то стычек, там, планируют, как это все сделать правильно, чтобы этих сторонников немножко разделить. Ну, это забота полиции. У нас для этого существует, как говорят, полиция капиталь федераля, полиция этого, а может, и ничего не будет. Вот в прошлый раз на выборах ничего не было. Кто поплакал, кто попрыгал, ну, в принципе, никаких стычек, никаких разбитых магазинов, в витрине, все остальное, все обошлось. Очень даже мирно, цивилизованно. Так что, надеемся, что и 10 число так же само пройдет. Ну, хорошо. Значит, теперь вы уже знаете, что Аргентина живет с другим президентом уже официально и будет брать другой курс. Куда, как сказал Макри, мы будем дружить со всеми странами. Так что, все бьенвенидо, я вам сказал, бьенвенидо, это значит добро пожаловать с вашими предложениями. И сказал, что все, так сказать, кто там занимается кампо нашим, то есть это сеет, выращивает фермеры и все остальное, можете уже все, что хотите сеять, выращивать мясо и все остальное, все будет нормально у вас с продажей и с поставкой. Потому что раньше у них все отбирали, они там уже всех коров перерезали в своем кампо. А этот сказал, что давайте начинайте. Сейчас у нас весна, начинайте сеять, сажать и делать все, что хотите, ну, в смысле, все, что надо на своих кампах выращивайте продукцию. Ладненько. Теперь погода у нас вот такая. До сих пор по ночам еще холодно, но уже, в общем, весна затерная, скажем так. У нас вообще-то уже в это время должно жарище стоять. А сейчас тепло, но по днем, но ночью совсем еще не жара. И 11 градусов бывает, и грозы проходили сильные. Так что вот такие дела. Там меня спрашивали, немножко пока иду, буду отвечать. Допустим, по компьютерным делам человек спрашивал, ну, просил себя, показывал там свои компьютерные дела, как я там это самое, ремонтирую, все. Ну, посмотрим. Будет интересный случай, покажу. Ну, и спрашивал, а нельзя ли купить там в интернет-магазине, запчасти, все. Пока что, нельзя. Как будет, посмотрим. Потому что у нас было все так запрещено. У нас долларов запрещен. У нас, где бы ты не хотел, ты можешь купить там за 25 долларов в год что-нибудь, и все. И потом еще ехать, аж в Эсейзу, получить эту посылку. Так что у нас с запчастями, конечно, сложновато было. Запчасти в основном, если кто-то имел, но вот все у него и покупали. И на таких фирмочек, которые могут доставить реально эти запчасти, очень мало. Соответственно, найти какой-нибудь флекс, там еще что-то, жесткий диск, ну, еще жесткий диск и память, такой расходный, как бы, какой-нибудь блок питания, это еще можно найти. А вот что-нибудь специфическое, к примеру, там, флекс или еще какая-нибудь штучка, там, плата какая-нибудь специальная для определенного типа ноутбука или что, это практически смерть. Или вы его сами что-то пропаяете и сделаете, или будете другую компьютер покупать. Так что у нас тут с этим было очень плохо. Как будет, посмотрим. Пока что, вот сейчас мне надо жесткий диск поменять, потому что на 50% убитый в одном ноутбуке. Вот иду к такому мажористу, как говорят, которого буду это все брать. А вообще, нормально, тепло наступает. Скоро наступает вообще месяц такой, будет гульнист, скажем честно, потому что 4 декабря дети заканчивают школу. Выпускные вечера. Потом 8 декабря у нас официально елки наряжают в Аргентине. Тоже даже выходной, по-моему, будет. По-моему, так, если я не ошибаюсь, чуть-чуть. 10 будет президентного вступать, наверное, тоже выходной сделает. Потом просто тут же Рождество очень сильно празднуется. Значит, вот Рождество будет, Новый год. Ну, тут Рождество больше праздник, чем Новый год. И начинается, в принципе, каникулы. Детей в лагеря, в летние будут отправлять. Уже откроется бассейн и в парках в декабре месяце. То есть практически наступает вот как бы лето. Это декабрь, январь и февраль. Это три месяца лета. Потому что март уже дети типа с 8-го с 10-го числа в школу идут. Соответственно, это уже как бы все. Это как на той стороне земли получается сентябрь. Так что все. У нас наступает лето. Отсюда летнее настроение. Отсюда период отпусков. Отсюда такие вот перемены в стране, которые я рассказывал. Потому что никто, все аж хотели, но никто не верил, что это сможет случиться. Честно говоря. Потом наш президент нынешний, бывший кандидат, чуть не в слезах там танцевал. Потому что все знали, что его хотят люди. Но что, так сказать, система позволит и не сможет ничего сделать. И все-таки покажут, что выиграл он. Это, конечно, все сомневались до последних 100%. Потому что одно дело, хотеть и знать, и видеть своих соседей и все остальное. А другое дело, то что система потом объявит. Которая 12 лет держит, как говорят, все в своих руках. И сидит на всем. Так что для нас это большое достижение. Надежда на какие-то перемены. А уж, другие вопросы, исполнится или нет. Так что будем посмотреть, как говорят. В Одессе или где-то там говорят. Будем посмотреть. Ладно, купил диск. Пойдем домой. Заодно по дороге. О чем-нибудь интересном поговорим. Или просто покажу, как у нас тут все. Значит, говорил уже, что скоро у нас лето. Весна была холодная. Надо уже собираться на какую-то рыбалку, которая за городом. Чтобы уже рыбу можно было домой привезти. Потому что здесь я хожу на рыбалке. Но это больше отвезти душу, так сказать, на полдня. Потому что здесь близко. Тут 30 минут пешком. Хорошим шагом я могу быть на побережье. А вон какие у нас теперь. Все зелено стало. Соответственно, на бензин не тратишься. Ни на что не тратишься. Сел сел на автобус там. Через 15 минут на берегу порыбачил. Повыпускал или поотдавал. Да и через 15 минут дома. А нет, пешочком за 30 минут. Рыба нормальная здесь клюет. Здоровая. Я уже там показывал. Народ веселится. Здесь местное население таких фокусов, как всякие пружинки, пробки. Не видела. Соответственно, всегда им интересно. Собирается. Начинается обмениваться опытом. Спрашивать. Что за ерунда такая. На всякую пробку там ловит. Да разве интересно? Мне тоже. Но надо поехать куда-то уже за город. Вон. Заправка. Кстати, пойду мимо заправки специально. Покажу цены. У нас же последнее усилие нашего, так сказать, нынешнего правительства это подорожание. В воскресенье были выборы. В понедельник бензин подорожал. На официальной правительственной заправка. Которую они, так сказать, прихватили. На 10%. Это чтобы нам подарки все время. От уходящего правительства. Каждый день подорожание. Я говорю. В воскресенье выборю. В понедельник подорожание. Так. Читаю уже отсюда. Пока буду идти. Супер 13 PS за литр. Премиум 14, 80 за литр. Дизель. Соляра. 12 за литр. Дизель. Премиум 14 за литр. И газ. 3,80. Ну, в общем, 4. Газа. Вот такие у нас цены. Такие у нас цены. Цены у нас довольно, довольно крутые. Вот, потому что, наверное, мы сильно хорошо живем и много зарабатываем, раз только платим. Я уже говорил, вот, к примеру, страховка машин, да. К примеру, многие там рассказывают, вот, я плачу страховку 50 там своих долларов в год. О, Господи, нам бы такое счастье. У нас мы платим страховку в среднем, в среднем. Вот самая маленькая такая страховка. Вот, к примеру, мы возьмем, вот сколько мы платим за свою машину страховку, да. Это называется контртерсера. Это если мы кого-то там зацепили, ударили, так, чтобы по страховке его поремонтировали, то, как бы, больше не столько для нас, сколько для него страховка. Вот, потому что, если у нас там градом машину попил, или что, нам за это ничего не будет. В смысле, никто не заплатит. Так вот, такая страховка против другого человека, она самая дешевая. Вот, к примеру, у нас она выходит где-то в среднем 1300 в месяц. Месяц, ку-ку, не в год. И вообще, всякие такие жизненные растраты очень дорогие. Всевозможные таблетки там. Есть, конечно, бешеные цены. Ну, такие вот, ходишь, слушаешь, там в аптеке бабки покупают какие-то таблетки, так они там по 500 песо. Ну, я не беру там какую-то онкологию, которая там, наверное, и тысячи стоит. А некоторые есть, которые вообще себя полечить особо не могут. Есть тут у нас такие случаи, потому что у него лекарства только заграничные, он их должен купить, а ему не разрешают доллары со стороны перечислять, чтобы купить эти лекарства. Так что это все барахло, этот весь популизм. Надеемся, что скоро закончится. Во всяком случае, хотя бы для того, чтобы люди могли просто, просто, обычно распоряжаться какими-то своими деньгами. Когда ты живешь, платишь налоги, то, что у тебя осталось, ты мог бы им распоряжаться. Чтобы убрали этих, извиняюсь за выражение, но оно правда собак. Афиповских, блин, с таможни. Видели, я проездил в Урувай, показывал. Проходишь, так сказать, контрольный пункт, собаки обычные тебя обнюхивают, которых там такой плащик на них, Афип написан, это Афип, это налогоинспекция. Так вот тебе собака налогоинспекция обнюхивает, нет у тебя денег. Прикольно, я не знаю, если в каждой стране такое или нет, я так сильно не езжу. Но пока же я видел такое в Аргентине, чтобы собаки налогоинспекции тебя обнюхивали на предмет, нет у тебя денег. Раньше у нас такого не было. Это уже нововведение наших, так сказать, правителей. Ладно. Школы, детские садики. Больше всего, что вот это детский садик. О, коляски. Спрашивали меня на видео, что во всех моих ходил, как где я там хожу, брожу, показываю. Типа не видят мамаш с колясками гуляющих. Так вот, видите, где коляски стоят, вон, под детскими садиками. Значит, мамаши у нас по улицам и вправду, я как-то не обращал внимания, пока мне не написали. Особо много, чтобы так прямо кучами бегали с колясками, нет. Хотя, конечно, есть. И люди с колясками гуляют в парках, везде. Но в основной массе детей или в детский садик отвозят. Или кто побогаче, у него есть служанки дома и всякие няньки. И он оставляет дома, просто он уходит на работу, уезжает. Там у него домработница есть. Здесь же это принято. У богатых есть домработницы, нянечки всякие, которые дома сидят с детьми. Вот, в этом случае у моих клиентов, у половины, так сказать, есть такие, где приходишь, там, в основном домработница, нянька какая-нибудь. Дети там бегают с ней вместе или в садик уходят. Потому по улицам просто с собой не носятся с детьми. Они просто это отправляют. Так, какие у нас еще старые дома есть. Красивые. Вот такой домик. Хоть и старенький, а вот смотрите, какой симпатичный. То есть, вот сто раз рассказал, что Буэнос-Айрес это такое смешание, как говорят, или смешивание старины и нового. Куча старых домов, а куча вот разрушают и ставят, будут новые. Вот так счетами обгородят, там, вынесут дом потом, начнут там за счетом строить новый дом, новоэтажку. И люди покупают квартиры уже при строительстве, заранее уже деньги вкладывают. Еще только начинает дом строиться, а уже укладывают свои квартиры и постепенно туда выплачивают. И дом достроится, они уже как раз и выплатили эту квартиру, получается. Ну вот. Одним словом, даже не знаю, что такое рассказывать. В общем, если будете писать и спрашивать, то буду ходить и рассказывать. Снимать могу, конечно, сколько влезет. Я все равно хожу на работу. Все равно хожу по делам по Буэнос-Айресу и тем, кому интересен, какой этот южный город может смотреть. Сколько им влезет. Вот такой у нас южный город. Есть пальмы, есть другие деревья. Сейчас все там голубыми деревьями цветет. Сейчас вообще весна, так что все здесь цветет. Ну, зелено все стало капитально. Машины разные. Есть куча старья. Есть куча новых. Как-то был период, когда призыв бросили, что там сдавайте свою старую машину, и она пойдет как первый взнос, типа для получения новой машины, а потом выйти в кредит выплачивать. И вот с тех пор очень сильно поменялся парк. То есть все свои рукаринипо сдавали, основная масса, и получили как бы новые машины, а дальше выплачивали эти машины до конца. Да, но первый взнос был ихняя машина. Соответственно, с тех пор сильно обменял. А потом снова что-то затихло. По-моему, денег нет. Что сейчас у нас машины стоят, я не знаю. Ну, в среднем где-то самая такая дешевенькая, скажем так новенькая, ну и с долларов исходя, ну и тысяч пятнадцать. То есть от пятнадцати тысяч долларов и повыше. Таких как в Европе, как я слышу, что там пошел, купил там за тысячу, за две, трех какую-нибудь годичную машину еще в хорошем состоянии. Такого здесь нет. Здесь такую, как говорят, трехгодичную, это как новую будете платить. А, ну, к примеру, к примеру, какой-нибудь дизель, прошедший триста тысяч километров, девяносто восьмого года рождения. Сейчас у нас в Аргентине будет стоить, там, Рено, ну, где-то около пятидесяти тысяч песо. Вот и посчитайте теперь, сколько это, какие цены на машины. Вот, изредка встречаются русские машины, Нива в особенности. Раньше там, в нашем районе тоже жила одна Нива, такая интересная. И даже есть магазин запчастей, во всяком случае, на нем написано, что он там привозит запчасти с России. А привозит или нет, не знаю, у меня не было, так сказать, здесь никакой русской машины, так что не знаю. Но есть такой магазин запчастей в том районе, где вообще запчасти продают. Есть у нас такой вармис, называется, там одни магазины запчастей. И, ну, всякие ремонтные мастерские, конечно. В том числе, часто там бывают всякие полицейские налеты на этот район вармис, потому что там часто продают и просто разбирают ворованные машины, да и продают на запчасти. Такое, тоже присутствует. Сами понимаете, везде есть нечестный бизнес. Так что, здесь есть такое. В Аргентине есть все. Территория очень большая. И тут это самое. Делают, что хотят. Как меня спрашивали, там часто бывает, вот, у меня есть мысли поехать в Аргентину. Вы не подскажете, там этим заниматься можно, а этим можно. Можно здесь заниматься всем, что не противоречит обычному нормальному законодательству. То есть, если это не наркотики, не то, не все. Правда, и таким занимается, но это уже не тот бизнес. А обычным, да, вы можете оформить себе деятельность такую, свою, как говорят, платить налоги и заниматься. А уже другой вопрос, как вы сможете этим заниматься. Знаете ли вы язык, найдете ли вы клиентов, хороший ли вы специалист. Это уже десятое. Это уже зависит конкретно от вас. А так, чтобы заниматься, да, можно. Ну, ладно, что, наверное, всем надоело. Скоро я уже приду. Так что, хотите что-то слышать новенькое, когда я хожу по Буэнос-Айресу, пишите, спрашивайте. Подкидывайте темки. А нет, буду говорить, о чем захочу. Так что все, всем пока.